Она смотрит во всем мире. Я рад, что на нашем канале появляются люди с активной жизненной позицией, с большим и подчас драматическим жизненным опытом, со своим взглядом на вещи, со своей философией. И вот уже известная вам героиня нашего видеоканала Ананда Разина, духовный практик, вот одна из таких людей. И мне запомнилось одно, один комментарий молодого человека, который, в общем-то, у вас есть нечто похожее. Он живет в маленьком городе, и вы в маленьком городе. Он чувствует свою избранность, и вы чувствуете свою избранность. Он ощущает одиночество мыслящей личности и нехватку внимания к себе, и вы тоже самое чувствуете. Вот какой бы совет вы могли дать, да, и свою одаренность, конечно, талантливость ощущает так же, как и вы, миссию. Вот какой бы вы могли совет дать этому молодому человеку, как справиться со всем этим и жить в гармонии с собой? Я же не знаю его истории жизни, поэтому закон не суди, судим не будешь. Это тоже закон вселенной, потому что, когда мы судим и выставляем ситуацию на суд, и потом, если мы неправильно будем говорить, то есть судить человека, не зная его истории, то мы как бы можем пострадать, то есть нам могут дать прожить его историю. Вот, то есть он из маленького города, я тоже из провинции, и это понятно, почему там не ценят таланты и все, потому что в провинциях занимаются другими делами, то есть провинция, она существует, функционирует для другого, чтобы обеспечивать большой город чем-то, каким-то ресурсом. Вот, то есть провинция, допустим, вот где я живу, здесь в основном аграрии, у которых есть свои переусадебные участки, это большинство аграриев, и для них вообще не свойственно понимать спинозу, там, канта. Они даже в руки это не брали никогда, поэтому мне приходится, когда я живу в таком городе, соблюдать правила этого города, то есть одеваться просто, говорить на ихнем языке, вот, потому что по-другому вас не поймут. Ну, а вот с этим чувством, вот это одиночество мыслящей личности, как вы справляетесь? Одиночество мыслящей личности, ну, выражаясь в творчестве, то есть выражаю все, что во мне есть в творчестве, то есть создаю что-то. Вот, вот это прекрасный ответ, будьте творцами, создавайте, самовыражайтесь, выражайтесь, и тогда вот эти люди, быть может, они как раз и проявят интерес к вашей личности и станут вашими поклонниками. Нет, нет, не проявят, это иллюзия. Почему не проявят? Потому что им нужно много, во-первых, очень много зависит от генетики, то есть от кого вы произошли. Я говорила, что у меня мама попала в аварию, вот, но у меня, кроме мамы, есть еще и отец, и также у этих людей, ну, по селам, которые живут, извините за выражение, у которых нет даже, у некоторых, я не говорю о всех, у некоторых, которых я знаю, и у них нет даже культуры в том, с кем им жить, то есть кто вот пришел, они живут там, пьют, зачинают этих детей, потом мы видим результат этого всего без культуры. И поэтому навряд ли вас оценят такие люди, вас не могут оценить такие люди, это иллюзия. Вас могут оценить люди, равные вам. Люди, равные вам, они могут жить где угодно, в любом городе, и маленьком, и большом, но их очень мало, потому что, чтобы стать культурным человеком, философом, то вы должны пройти ступеньки развития, становления. Вы не можете вот просто жить в селе, пить водочку, и завтра уже подняться и прочитать какую-то философию, сделать какие-то критические выводы с этой философии, построить вокруг себя мир творческий, создать его. Вы будете, скорее всего, смешным, потому что вам скажут, что мы знаем только наш путь, то есть наши предки садили там картошку, капусту, морковку, и мы этим занимаемся. И даже хочу сказать, что когда они покупают, простите за выражение, за картошку квартиру в городе, они остаются теми же людьми. Просто они немножко преображаются в одежде, но их уровень тот же. Поэтому навряд ли они поймут. Есть такая фраза, что можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки не выведешь. Согласна с ним? Да. Ну, конечно. То есть генетически, если заложено в человеке генетически этим заниматься, то он может и будет развиваться. Но если он под водку, как говорят, зачат, этот человек, у него куча проблем и всего, то как он будет развиваться? Он будет развиваться только как робот. Будет, ну вот у меня есть такие знакомые, клиенты даже. Ну, вот человек, мне девушка говорит, я не думаю, я вообще не думающий человек, я не думаю. То есть я вообще ничего не думаю. Вот вы представьте, человек приходит на рынок, берет, расставляет эти порошки, продает эти порошки и больше ничего не умеет делать вообще. То есть ни компьютера не знает, ни кассового аппарата не знает, вообще ничего. И вот человек, вот сколько я, допустим, бы этому человеку не говорила, что бы я ему ни объясняла, он все равно не может по-другому жить. Просто не может. У него, когда с ней говоришь, например, на какие-то высокие темы, у нее болит голова. Она говорит, у меня болит голова и все. Вот ее уровень, это, допустим, кто-то попроще, кто, вот они выбирают таких мужчин такой категории, чтобы умел все делать в доме, чтобы умел там деньги приносить какие-то, хоть какие-то, чтобы был хлеб на столе. То есть очень минимальные потребности. И они счастливы. Вот я когда-то этого не понимала. Я когда-то думала, вот знаете, есть такое выражение «жлоб», да? Ну, наш «жлоб», ну, жадный человек, жадный, жадный, перевожу жадный. Я когда-то не понимала этих людей, пока я не увидела ту же ситуацию в одной семье. Когда женщина выросла, создала свою фирму, а муж у нее такой жадный из села, ну, из деревни, которая там садит картошку, считает эту картошку, доходит до того, что считает картошку в супе, считает посуду, сколько посуды в доме, считает, сколько салфеток. И она мне рассказывает. И вот это меня включило, я их начала понимать. Они пришли кушать в Макдональдс. Это недорогой ресторан, то есть доступен каждому. И, значит, этот муж пошел в туалет этого ресторана, чтобы отлить в баночку мыло и взять оттуда салфетки бесплатные в сумку и прийти. И она с ним все время вот боролась. Она говорит, зачем ты это делаешь, зачем ты это делаешь, да купи ты эти салфетки красивые там за 20 гривен. И потом до меня дошло. Они получают удовольствие от этого. Вот у них жадность в том, чтобы где-то отлить, где-то сэкономить. Даже салфетку, чтобы не купить, а взять где-то. И они развелись. И он нашел такую же самую себе женщину, которая также любит экономить. И они, наверное, в две бутылочки отливают это мыло с Макдональдса. А эта женщина пошла другим путем, то есть фирма, то есть она начала окружать себя интеллектуалами. И, конечно же, покупает салфетки красивые, дорогую красивую посуду. Кушайте с фарфоровой посудой, с форфора. То есть, ну, может я неправильно выражаюсь, но очень красивая такая вот. Да. То есть очень красивая. Потом у нее вот страсть, как у меня, к тому, как, вот, допустим, правильно кушать. Хоть я, допустим, и из бедной семьи, но когда я иду в ресторан, я знаю примерно, какой этикет. Я знаю, как кушать правильно, как нужно размещать приборы столовые, какие, зачем нужно, где класть на этот стол. Так у нее тоже такая страсть. Вот генетика. А у мужа ее, у которой с ней жил, у него просто наварили, в общую тарелочку положили, все покушали. Даже они не гадят две тарелочки, потому что они очень экономные. То есть эконом вариант семьи. То есть для них вот изгадить тарелочку – это уже катастрофа. Они просто с одной кушают. И они счастливы. Он нашел быстро такую женщину, которая также любит такое счастье. Понимаете, в чем вот половинка? Вы же не сможете с интеллектуалом жить, если вы не соответствуете уровню. Что хочется сказать? Ну, это просто вы тут описали патологически скупых людей. Ну, есть такие, полно. Плюшкинизм, да. И, да, есть. Есть такой филон. Это заболевание, но оно есть. И мне, например, как психологу, смешно. Но для них это не смешно, для них это жизнь. Вот. Сэкономить где-то, поднять 10 копеечек, даже если у него есть в кармане, обязательно. Или ходить, допустим, одетым в какой-то неприличный вид, такой вообще уже затертый. Вот у меня был знакомый миллионер, абсолютно недвижимостью занимался. Он зимой ходил в кедах, потому что он экономил на всем. Он ездил в метро, у него были деньги, но он такой вот жадный. Вот он даже на билетике экономит. Это вот болезнь, да? Это болезнь. Но что касается... Что касается... Вот денег. Давайте обсудим такую тему, а потом вернемся к теме культуры. Тут тоже есть у меня вопрос. Я как раз размышлял недавно на эту тему. Точнее так, сформулировал тему для размышлений. Но что касается денег? Вот люди часто оценят то, что делают другие бесплатно, например. Да, вы молодцы, вот все полезно, здорово, но как бы не спешат поддерживать такую деятельность, вот спонсировать как бы, поощрять, да? Вот отказывают в поддержке тем, кто им нравится, кто приносит пользу, да? И почему так происходит? Почему люди только на словах как бы поддерживают, а на деле уже вот появляется эта вот скупость, жадность, скаредничают, да? Вот не делают какого-то жеста красивого. Пусть даже и, ну, совершенно такой символической суммой не поощряют других людей. Ну, я скажу... Нет, и вот... Я скажу... Донаты. Вот я знаю, в церковь они несут деньги, да? Например, там покупают свечки, еще там что-то. А вот на светские какие-то проекты вот уже нет. Нет такого... Такой потребности у них поддерживать. Значит, прежде всего, это люди не живут на отдаче, а живут на выгоде. То есть выгода – это когда для себя. Вот я для себя, я только поддерживаю то, что выгодно мне. Если на отдаче, то я поддерживаю то, что идет из моего сердца. То есть мы к отдаче приходим, когда раскрываем сердце. То есть мы просто... Когда в любви, я вам просто так, между прочим, скажу. Вот многие говорят, я в любви, я в любви. Да если бы вы были в любви, у вас бы сердце разорвалось, когда вы видите, что происходит, какие несчастья происходят вокруг. Поэтому те, кто в любви, здесь долго не находятся. Я уже говорила, они уходят. Потому что если вы будете в любви, в той духовной, божественной, у вас вообще вопроса не будет стоять, дать, допустим, человеку какое-то средство или купить буханку хлеба, потому что у вас сердце разорвется от боли. Это для тех, кто говорит, я в любви. А те, кто еще живет для себя, то есть еще не на отдаче, это еще люди на пути. Поэтому у них есть меркантильный интерес. То есть церковь, она вроде бы как меня прославит как святого или еще как-то я заслужу какие-то внимания. А что мне с того художника, который голодный, пишет картину? Мне художник, что этот? Зачем мне на него давать? Поэтому этот человек исходит из своего представления о том, кому давать. Это его выбор, это его путь. Это не потому, что все такие. Это просто есть люди, которые так живут. Если люди жадные, вот есть люди, которые хотят, чтобы их уговорили, дайте мне. Но сила в том, что не уговаривать нужно, а человек должен сам приходить к пониманию, зачем я это делаю. Понимается, если он финансирует человека творческого, то он тоже будет как-то связан с этим творчеством. Если он церковь финансирует, он будет связан с этим духовенством, он будет поощрять это зомбирование, он будет поощрять это духовное рабство. То есть, в принципе, он платит за то, что он будет грешник. За то, что ему придется опять воплотиться, пройти эти все страдания. Потому что на него повесят всех людей, которых он профинансировал. И он будет виновник этого рабства. Потому что он соучастник этого. Потому что проекты бывают разные. И финансирование разное бывает. И потоки у людей не открываются. То есть, люди не умеют открыть финансовый поток. И не знают, как это сделать. Люди относятся к деньгам как к чему-то важному. А Вселенная не считывает деньги, как для вас важное. Она считывает, что это энергия. То есть, вы тратите энергию, вам дают бумажками за вашу энергию. Это энергия. Это, ну, как бы свойство энергии. То есть, вам дают просто бумажки за ту потраченную энергию. Вот. Но люди придают этим бумажкам очень большое значение. Поэтому они никогда не могут стать богатыми. Потому что они не в то думают, не в то место, как говорят. Они думают о бумажках, а не о том, где мне эту энергию проявить. То есть, где мне эту энергию как бы наполнить, дать, самоотдачей заняться. То есть, мы... А есть люди больные, которые вообще не хотят энергию отдавать, а хотят бумажки. То есть, дай мне, потому что я такой. Вот я себе придумал такую историю, что я такой, дай мне. Это вы имеете в виду сейчас вот таких, как бы, серых и убогих инвалидов, да? Которые постоянно просят деньги. Не совсем инвалиды. Это могут быть чиновники, которые просят взятку. Это могут быть кто угодно. Нищеброд – это просто качество. Это не влияет на ваш статус. Нищеброд может быть в красивом костюме, но он будет попрошайка. И, допустим, батюшка может стоять в золоте, но он будет нищеброд, который просит у вас подаяния способом манипуляции. Понимаете? То есть, нищебродство среди людей – это не значит, что вы по одежде узнаете, что это нищеброд. Может быть, тот нищий в рубище, который сидит где-то на паперти просит. Он может чище быть, потому что он по-честному поднял бутылку. И вы приходите в какое-то там учреждение государственное, вам говорят, ага, хочешь, чтобы твой ребенок куда-то на работу устроился, а ну давай плати. Или там батюшка встречает с улыбочкой, манипулятор в золотом стоит. Да, купите свечечку, а сделайте такой обрядик, а сделайте такой обрядик. Это нищебродство. Он же не зарабатывает, он только просит, он попрошайка. Понимаете? То есть, жадность – это проявление нищеты духовной, да? Отсутствие денег – это значит, что вы внутри еще не сформировались для того, чтобы заявить о своих намерениях миру, изъявить свое творчество миру, или свои намерения, или свою работу миру. Выходите и просите, потому что ваша психология нищебродов. Те люди, которые просят, это нищеброды. Люди, которые уважают себя, они не просят, они говорят, у меня такой проект спонсорства, вы можете участвовать на таких-то, условиях. Они не просят, они предлагают, они говорят, они показывают взаимовыгоду на равных. Вот я тебе предлагаю это, и на равных ты, допустим, получишь от участия в спонсорстве у меня на проекте, допустим, вот такие доходы. Вот это называется нормальное положение дел. А нищеброд, я несчастный, вот у меня что-то случилось, дайте мне, потому что вы мне обязаны дать. Вот я наплодил пять детей, батюшка, или семь детей, вообще нам аборты нельзя делать. А вы люди добрые, мне давайте дом построите, и моей матушке что-то принесите, и детям принесите, понимаете? Вот это нищебродство. Хотя оно прикрытое красивой одеждой. давайте о культуре еще несколько поговорим немножко. Вот я вижу ее недостаток, ее то, что культура, она не представлена, она не заявляет о себе так, как экономика, например, потому что все говорят о деньгах, скажем, о работе, о каких-то вот вот именно материальных благах, да, что надо машину купить, там еще что-то, общество потребления, но очень мало проявления культуры, творчества и в городском пространстве, и вообще как ценности даже, я бы сказал, да, вот, я не вижу интеллектуалов, которые бы могли вот так вот заявлять о том, о приоритете культуры, да, и требовать уделять культуре должное, должное внимание. Как, что вы думаете на этот счет, что такое культура, хватает ли вам этой культуры и как сделать так, чтобы культуры стало больше, если это нужно, конечно. Культура, да, это сфера отдельная, и о культуре могут говорить люди, которые действительно занимаются творчеством, и которым не все равно, как они живут. Я для себя поняла такое, что мне не нужно ходить в системы, обращаться и прочее. Что я могу, я делаю. Вот, я захотела делать, я делаю фестиваль любительского кино. Почему я не хочу приходить в какие-то отделы культуры, потому что мы, люди, уже давно заучили, что все эти гранды распределяются между собой, все вот эти фонды, они работают только для каких-то двух человек, под заказ и так далее. Поэтому мы, люди, те, которые именно культура, те, которые выстрадали это, мы делаем все, что мы можем, объединяемся с такими же людьми и находим себе финансирование у таких же людей, которые понимают тот смысл культуры, который мы несем. Если, допустим, мы будем бороться с системой или говорить, ах, мы какие культурные, мы хотим фильм снять, еще что-то снять, то этой системе на нас очень далеко как бы все равно, что мы хотим снять, поэтому находятся такие вот самородки, энтузиасты, как я, например, которая двигаю эту компанию, проекты и прочее, и такие люди есть и в Украине, и в других странах самородки, энтузиасты, которые очень много делают для культуры, но они уже поняли, что система их не поддерживает, и поэтому они двигают это сами, они вынуждены учиться этому, вот, и двигать, потому что это их жизнь, они пока живут, пока дышат, они это делают, и те люди, которые, допустим, смотрят на внешнее, вот, и не видят сути, они идут в систему, они говорят, что, вот, такой-то фонд, вот, я буду работать с таким-то человеком, допустим, с таким-то фондом, с такой-то раскрученной компанией, или еще чем-то, это их выбор, но есть люди, которые видят суть, видят суть, потому что тот художник может писать шедевры и сидеть нищим, на голом полу, потому что он продал все на краски, и рисовать эти шедевры, его никто не знает, потому что у него нет денег, и вот есть ли такие люди, которые могут это видеть, есть ли, есть, но их очень мало, потому что чтобы такое увидеть, это нужно действительно разбираться в культуре, это нужно не только иметь те знания, регалии, их должности, а нужно понимать культуру, искусство, нужно понимать, в каких условиях человек это создает, и что нужно ему дать, чтобы он создал еще лучше, и, к сожалению, не каждый это видит, то есть, а за что я буду платить, ну, подумаешь, вы что-то там пишете или создаете, так вы не будете платить, потому что вы не видите искусство, будут платить только те, кто видит искусство, а что такое кино, вот я говорила, я занимаюсь кино, это величайшее искусство, вы понимаете, величайшее искусство, я даже не могу сказать, что мы работаем в кино, мы служим искусству, служим, мы не работаем, понимаете, и вы обратите внимание на тех же актеров, режиссеров, тех, кто связан с кино, какую они нагрузку несут, они мало живут, 53 года умирают, потому что это колоссальная нагрузка, а что человека заставляет туда идти, что человека заставляет двигать проект самому, что его заставляет, наверное, вот, вот это внутренняя суть, которую он раскрывает в этом творчестве, его никто не заставляет, у меня есть знакомые, которые продавали квартиры свои, и снимали фильмы на свои деньги, вы можете себе представить человека, который продает квартиру, чтобы снять фильм, потому что государство его не понимает, не хочет финансировать, и это огромные деньги, он вкладывает в это, и он ходит, да, для вас, вот, если меня смотрят там чиновники или кто-то из культуры, да, для вас это никто, потому что вы привыкли, знаете, ходить на зарплату, сидеть на ту зарплату, и вам ничего не надо, у вас будет и пенсия, у вас будет все, но вы никогда не прикоснетесь к тому искусству, а я прикоснулась и видела таких людей, и поэтому я пока живу, я что могу создаю, понимаете, вот смысл творчества, настоящего. Прекрасная просто речь, достойная войти во все учебники по ораторскому искусству, культура это прежде всего культурные люди, которых необходимо поддерживать, и поддерживая культурных людей, вы поддерживаете как раз культуру, поддерживая носителей культуры, вы поддерживаете культуру, потому что культура передается вот именно таким образом, от носителя к носителю. Спасибо огромное Ананде за эту исповедь. А у нас по-другому и не бывает, это всегда исповедь, любое интервью с Анандой Разиной, духовным практиком, продюсером. И есть о чем подумать. И, пожалуйста, задавайте вопросы, пишите нам, участвуйте в наших вебинарах, присоединяйтесь к нашим творческим проектам, скоро мы дадим объявления, вы узнаете о них. И мы будем поддерживать таланты, помогать талантливым людям. Мы начали это делать с самих себя, мы помогаем себе. Вот. Но чем больше талантливых людей, тем интереснее жизни, тем более она насыщенная, более содержательная, осмысленная, осознанная и нескучная. Вот мне никогда не скучно, Ананде тоже. И поэтому это самое важное, заполнить пустоту творчеством и прожить жизнь ярко, интересно, содержательно, с инсайтами, с огромной, 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 вот реализовав свой огромный творческий потенциал. Спасибо огромное, Ананда, до новых встреч, всего самого доброго. И вам тоже всего доброго, это не исповедь, а я открываю суть, чтобы вы посмотрели в корень, то есть увидели суть. Спасибо вам большое, пишите, я буду рада комментариям. Это не исповедь, не хулиганки. Спасибо.